Всем привет! Ассаляму алейкум! Сегодня я приготовлю молочные коржики. Мы будем готовить коржики, которые когда-то продавались в школе, еще в мое детство и в детство многих из вас. Продукты у нас, как правило, все есть всегда в доме. Это сахар, нам нужно будет 200 граммов, 100 граммов сливочного масла, около 80 миллилитров, 75-80 миллилитров молока, одно яйцо. Половина у нас пойдет на смазывание, половина в тесто. Нам понадобится 2 чайные ложки разрыхлителя и 400 граммов муки, это 2,5 стакана. Молоко добавляем к сахару и отправляем на плиту, растапливаем сахар. Как только пошел пар от молока, снимаем его и хорошенько еще раз размешиваем, чтобы до конца растворился сахар. Я просмотрела много рецептов, в которых, большинство рецептов, там просто смешиваются все ингредиенты, не растапливается в молоке сахар. Но я скажу, вот эта фишка делает очень, коржиком придает всю изюминку. Получается такой какой-то прямо такой нежный, нежный, молочный, карамельный запах и вкус. Отправляем в нашу массу 100 граммов сливочного масла и размешиваем, чтобы оно растопилось. Пока наша масляно-молочная смесь остывает, разболтаем одно яйцо вилочкой. Отправляем в нашу остывшую смесь половину яйца. Муку я смешала с разрыхлителем и теперь будем добавлять муку в наше тесто. Можно замешать это руками, можно замешать это машиной. Немножко размешала, добавляю второй. Сильно не нужно вымешивать тесто, чуть-чуть размешали и добавляем оставшееся. И замешиваем тесто. Итак, вот я тесто перемешала, но оно еще немножко хлипковатое. Добавлю еще 1 четвертую стакана муки и замешаю получше. Добавлю еще 1 четвертую стакана муки и снова замешаю. Получается у нас в общей сложности 3 стакана муки. Вы смотрите тоже по своей муке, когда вы увидите, каким должно получиться тесто, вы сориентируете. Вот такое у нас тесто получилось. Теперь я его достаю. Оно будет немного липкое. Не надо его вымешивать гуще, иначе наши коржики получатся слишком твердыми. Теперь разрезаю тесто на небольшие кусочки, которые мы будем раскатывать. У меня небольшая разделочная поверхность, поэтому я по маленьким кусочкам. И буду делать вот такой пиалкой. У кого есть формочки для кексов с резными краями, можно использовать их, конечно, уже будут... Так, этот получается некругленький. Ладно, убираем излишки. Раскатываем где-то вот такой толщиной, где-то около сантиметра, чуть поменьше сантиметра. И выкладываем на присыпанную поверхность мукой, на противень, либо же на пергаментную бумагу. Смазываем яйцом и отправляем в духовку, раскаленную, до 180 градусов. И вот у меня получился второй противень. И вот такие коржики у нас получились, если их разломать. Вот такие они внутри, они мягкие. Мы их в духовке пекли, пока они достигнут вот такого цвета, не очень их зарумели. Приятного, очень приятного вам аппетита! Коржики очень ароматные, очень мягкие, очень вкусные. Приятного аппетита! Пока-пока!